Губернатор Приморского края Олег Кожемяков вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым осмотрел ход работ на площадке культурно-образовательного комплекса. Строительство монолитного каркаса здания выполнено на 99%. Идет подключение коммунальных сетей, подготовка к отделочным работам внутри и снаружи. Те темпы, которые сейчас здесь набраны, с каждым днем будут более-более усиливаться. Здесь сейчас будут работать в том числе и китайские специалисты. На летний период до 2500 будет работающих, чтобы уже завершить все общестроительные работы к концу 2025 года и уже заниматься дальше настройкой, наладкой аппаратуры. То есть сложно. Много работы будет связано еще с обустройством этих мест, чтобы удобный был подъезд, удобные были парковки. Олег Кожемяков подчеркнул, что культурно-образовательный комплекс станет центром притяжения и драйвером развития культуры. Чтобы это действительно был театр оперы и балет, один из лучших здесь, на Азиатско-Тиханском побережье, который, безусловно, будет привлекать не только жителей Приморья и российских наших гостей, но и непосредственно станет таким драйвером развития культуры всего Азиатско-Тиханского региона. Проект очень значимый в целом не только для ВДС, только для Российской Федерации. Культурно-образовательный комплекс площадью почти 80 тысяч квадратных метров на сопке «Орлиное гнездо» объединит в себе филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств и Мариинского театра. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok